коллеги добрый день очень очень приятно что вы пришли и выбрали именно нашу дискуссионную панель правда даже есть какая-то альтернатива кто-то может выбирать это очень хорошо я приветствую вас приветствую спикеров по прессу те кто смотрит нас удаленно или в записи через по прошествии какого-то времени панель на которую мы вас пригласили назвать интеллектуальное волонтерство я очень счастлив рад что откликнулись коллеги из сектора кстати что есть даже целый сектор тех платформ проектов которые занимаются интеллектуальным волонтерством и что уже отрадно это как минимум свет свидетельствует о том что развивается некоммерческий сектора в целом что возникает все больше и больше запрос над на специализированную помощь поддержку со стороны специалистов и рождаются отдельные платформы проекты и сервисы я хочу представить своих коллег которые сегодня будут выступать и буду дискутировать вместе с вами наталья минеева этом проект волонтим директор по коммуникациям оксана разумова исполнительный директор фонда друзья и представляет проект про charity и кира анкелевич исполнительный директор а платформы to do good и с вашего позволения влад лавриченко платформа айти волонтер от теплицы спасибо спасибо он мы с коллегами посовещались и решили выбрать довольно необычный формат сегодня не будет презентации как таковых в классическом понимании будет обсуждение и мы очень рассчитываем на то что вы тоже подключитесь к тем вопросам которые будем обсуждать у нас а сегодня не один спикер а не знаю то что я встал и с микрофона в руках у нас спикера 4 если их представлять это все те же люди мы решили что каждый из приглашенных спикеров представители каждой платформы обсудит с вами один вопрос который исходя из личного профессионального опыта наиболее интересен и на более резонирует тем или иным специалистом я сейчас кратно передам микрофон и чтобы кратко коллеги себе рассказали и буквально в двух словах о чем будете говорить спасибо я буду говорить продавее про то зачем она нужна между социальных проектов и волонтерами также как его измерять и на что и как его повышать и на что она влияет в работе спасибо добрый день всем еще раз я как мне кажется как мне предупреждали должна говорить не только про платформу а конкретно вопросе коммуникации между двумя сторонами между интеллектуальными волонтерами и соответственно платформой и нко и как делать эту коммуникацию максимально эффективной быстрый и полезный всем спасибо ира я сегодня буду говорить о мотивации в интеллектуальных волонтеров почему они приходят в разные проекты и остаются в спасибо коллеги если вы работаете с с волонтерами или пользуйтесь их услугами обратите внимание что мы постараемся четыре темы охватить первого вопроса доверие как основа сотрудничества между нко и волонтерами дальше мы поговорим о мотивации как вовлекать и удерживать этих людей когда с ними работать может какие-то лайфхаки будут и о том как коммуницировать потому что на самом деле часто проблем бывают именно в том что как отладить коммуникацию как сделать удаленную коммуникацию эффективной беря во внимание нюансы общения между некоммерческой организациями и специалистами и первый а начну я с вашего позволения мы подумали что первый вопрос он должен быть максимально общий который касается платформы всех четырех платформ сервисов это вопрос как мы называем волонтеров и волонтеры ли они и правильно ли говорить о волонтерство если например к слову интеллектуально этот сомнений нет это в процессе работы нашей платформы общения со спикером и поняли что например слово волонтер она не всегда соотносится именно с теми специалистами с которыми мы работаем я сейчас попробую объяснить о своем точку зрения и потом попрошу коллег подключиться так я пока запускаю презентацию не будет презентации в классическом смысле этого слова мы мы за эксперимент ну мы просто подумали что если стоит экран и проектор и чтобы я красиво смотрелся на фоне чего-то нужно запустить значит айти волонтеров на платформа по сотрудничеству между некоммерческими организациями и айти волонтерами теми теми людьми которые специализируются не только в айти но и в сфере digital почему возникли вопросы вот к этому слову волонтерство а первое как мы называем а специалистов и как мы их воспринимаем потому что от того какое слово мы используем самом деле такой у нас формируется отношение и так формируется сервис платформа в целом второе второй нюанс это как сами себя называют эти люди как они себя ощущают если я говорю вы волонтер а то отзывается это резонирует это слово или нет или эти люди предпочитают чтобы их называли по-другому это тоже очень важная составляющая как минимум коммуникации а и третье как этих специалистов видят сами некоммерческие организации считают ли они их волонтерами и нет вот давайте к первому тезису как мы называем специалистов с которыми мы работаем значит у нас есть четыре платформы туду гуд и прочерите эти волонтеры и волонтим все так или иначе используют слово волонтер например если у прочерите и туду гуд как я понимаю нету никаких дискуссий к этому вопросу то сейчас обсудим то например у меня вместе с натальей возникла идея обсудить потому что как минимум формально мы ним не всегда можно называть специалисты волонтерами потому что они могут работать за гонорар как минимум если если например не волонтеры то кто как можно назвать человека который сотрудничает вместе с некоммерческими организациями исполнитель помощник специалист консультант эксперт но почему-то то слово которое чаще всего используется это слова волонтер давайте просто такой блиц вопроса какое из перечисленных слов или например которые вы сами используете чаще всего применять по отношению к специалистам на нашей платформе мы используем слово волонтер мы разделяем для себя внутри идеологически бытовое волонтерство интеллектуальное волонтерство это как бы всем понятно и очевидно мы не используем слово эксперт специалист потому что все эти слова пришли к нам из коммерческого сектора и подразумевают коннотацию этих слов что человек получает вознаграждение за свою работу слово же волонтер такой коннотации не имеет более того мы на платформе фактически никакого вознаграждения своим волонтером не даем у нас действительно есть интересная история мотивационная подарков но подарки эти делают не условно печенье тоски вещественное спасибо но и делать не нкао который получил эту услугу а делают партнеры благотворительные партнеры нашей платформы это действительно подарок а не оплата это волонтеры у нас внутри нашей команды была дискуссия потому что как раз некоторые коллеги говорили о том что волонтеры это слишком приевшееся слово и такое очень заезженное в наше время и давайте мы придумаем какое-нибудь название например там профессионалы людям которые помогают и в итоге мы опросили на нашу целевую аудиторию и поняли что слово волонтер для них очень важное слово потому что таким образом они себя позиционируют как люди которые приносят пользу и делают это абсолютно безвозмездно и для них очень важно что их называют волонтерами и то что они себя так позиционируют поэтому мы твердо стоим на этом слове мне на самой очень нравится и очень мне кажется приятное слово поэтому мы решили его оставить но при этом мы также пользуемся словами профессионал но все-таки по отношению к нашим командам и называем их всегда волонтерские команды у нас просто довольно непростая система вернее она довольно простая но есть разные роли в команде при этом все равно общее название да да мы называем всех волонтерами специалистами или экспертами только потому что у нас работают не только пробона специалисты но также те кто это делает профессионально то есть и те кто берут платы и те кто не берут поэтому мы объединяем специалисты называемых чтобы не путать нет мы не разделяем эксперты или специалисты на волонтину вот может кстати артем жиган здесь один из основателей может рассказать о том как было придумано это название волонтин то есть да конечно же это про волонтерство но в том числе и про экспертизу и про консультации экспертов хорошо ну обратите внимание что например а платформа про charity и в большей степени to do good они используют слово волонтер а потому что наверно все таки безвозмездно это первоначально с тот термин который используется для добровольничества мы сам проекте айти волонтер тоже я люблю использовать это слово потому что несмотря на то что например может предлагаться небольшой гонорар за услуги или например есть подрядчика использовать и обращаться к человеку волонтер это как небольшой аванс мы его называем волонтером и тем самым уже как-то его немножко другую роль ему приписан я работаю в организации врачей без границ она международная и у нас все сотрудники называются волонтерами причем во всем мире их называют волонтерами в россии мы этого слова все таки стараемся избегать потому что в россии ну как бы по нашему ощущению есть такая коннотация что волонтерство это все-таки бесплатно но в принципе тут есть тут нет мне кажется никакого противоречия потому что ну наша организация например ставит своей целью ну как бы обеспечивать условия достойные существования всем людям и вот эта вот компенсация которую получает волонтер она никак не умаляет ну того что он делает просто не бывает достойных условий ну жизни человека если он существует по нулям да я тут тут есть а вот а вот формальный формально например мне даже наш юрист запрещает использовать слово волонтер потому что они не волонтер они не работают не всегда работают на безвозмездной основе это раз и во вторых а если платформа называется айти волонтер туда некоммерческая организация обращается за помощью и ей кто-то говорит давайте за небольшое вознаграждение он говорит ну разве это волонтерство ну вот это вопрос коммуникации как мы правильно ставим людей да тут это это комментарии то что это очень оценочный небольшой гонорар но кто сколько зарабатывает такого я бы хотела буквально добавить что мне кажется что здесь в данном случае вообще коннотация волонтер да она правда не подразумевает изначально оплату и для меня например скорее откликается то что вы говорите что волонтерство в россии почему избегается это слово потому что волонтер особенно когда говорится врач это равно любитель и мы очень боимся этого слова да потому что как только мы говорим что мы волонтеры значит что мы не профессионалы мне кажется то что делают вот все мы здесь с вами вот мои коллеги сидящие да это мы как раз эту эту цепочку смысловую мы ее обновляем и говорим что нет волонтер может быть профессионалом он может быть экспертом и должен быть экспертом в своем деле и поэтому мы называем да нашу сферу интеллектуальное волонтерство это действительно российская специфика до семантики данного слова и мне кажется что в данном случае вот это важнее чем да плюсую комментарии просто друг поймала себя на том что я когда делаю что-нибудь бесплатно как специалист номер тренинг веду мне очень неприятно не то чтобы неприятно я не назову себя волонтером и не буду ждать мне так назовут потому что волонтер действительно любитель в моем внутреннем субъективном ощущении может даже неправильным но еще один аспект мне кажется есть почему я избегаю называть волонтерами тех кто нам помогает в нашей работе бесплатно как правило это очень высокого уровня специалисты и всякие визуализаторы художники на маркетологи с сфер коммуникаций мне кажется слово волонтер подразумевает что мы ожидаем что он и дальше будет все для нас делать бесплатно а мне важно подчеркнуть что я очень ценю это разовое исключение что человек который вообще очень 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 дорого стоит один раз для меня это сделал я скорее называю специалистом который для нас согласился что-то сделать бесплатно скажите пожалуйста если вознаграждение платят не сама некоммерческая организация а стороннее лицо да то есть некоммерческая организация обратилась вы на добровольных начало с ними помогли на вот эти расходы и закрывает спонсор спонсор кстати вот вас волонтин по моему не тот кто обращается платят а там фонда на рыбаку фонда ну то есть такой тоже есть механизм заплатить что он иной если сама некоммерческая организация да не имеющие там вот обратил за помощью вы помогли и получили награждение но не от нее это совсем другая история пересмотреть с любым волонтером существует договор и там прописано если это волонтерский договор там не предусмотрен ни о поводу награждения поэтому о чем мы спорим то тут понятно что это волонтер ну извините тогда не из денег ни коммерческой организации не из денег блогского участка сама идея нивилирует все-таки какое ваше будет под итог если волонтерство то безвозмездно это человек который донирует свои почему совершенно не обязательно может быть разово какой-нибудь уникальный специалист может его компетенции не нужны никому постоянно иногда к ним обращать спасибо тогда второй вопрос частично кира уже на него ответил начала говорить как сами себя называют специалисты и какое у них ощущение уже мы проговорили о том что некоторым приятно чтобы их называли волонтеры это повышает ценность их деятельности но с другой стороны у марии есть комментарии о том что например не всем приятно это личный опыт не всем приятно когда тебя называют волонтером то что это с гостерами можно обратно принижать или давать какую-то другую роль тебе не свойственную вот вы разговаривали со своими специалистами волонтерами как они себя ощущают можно у них фейсбуке на при зайти посмотреть а я сегодня по волонтере или коллеги давайте мы в следующем месяце будем волонтерить вместе с фондом мы вот сейчас не настя подскажет насть был ли кто-то кто обижался на слово волонтер из наших волонтеров нет мы вот я тоже не помню чтобы у нас такое было это же вопрос коммуникации если ты чувствуешь что человек как-то ну вот ему слова волонтер не вложиться эксперты пробовано у нас у нас эксперты очень высокого уровня бывают которые помогают фондом но пока даже из них никто на слово волонтер как-то не обижался в нашем случае мне кажется в данном случае этого еще раз вопрос профессионализма и результата которые достигаются команды одним волонтером и наши волонтеры в большинстве случаев очень гордятся своим результатом и мы гордимся ими и их результатом и поэтому с удовольствием видим как они постят о том что вот они закончили такой-то проект завершили что там обратную связь от некоммерческой организации и они это делают с удовольствием и не стесняются этого и мне кажется гордятся потому что на самом деле они делают очень хорошее дело я могу предположить что это те специалисты которые работают компаниях где больше западная культура свойственно и они слова волонтер на другом контексте да вы правы от абсолютно большинство наших волонтеров это люди которые действительно пришли из крупных компаний все они имеют действительно устойчивую корпоративную культуру у них практически во всех компаниях есть корпоративная социальная ответственность им это не чуждо с другой стороны если они приходят к нам значит им чего-то не хватает все равно в своей компании потому что в основном даже сейчас косо опыт разумевает какое-то волонтерство больше вот бытовое как говорит оксана организационная социальная и если человек не находит себя в этом то подчас компания внутри не предлагает других опций это нормально но для этого существуем и так что если им узко их место профессиональное у себя внутри компании то мы им предлагаем расширить дает это пространство выйти за него и может быть даже не может быть а точно нарастить новые компетенции спасибо наталья у нас у специалистов или волонтеров есть выбор как сам называть и на каком этапе в принципе то есть какая ты заметил что проект называется волонтин поэтому когда ты регистрируешься как специалист и консультируешь как специалист поэтому ты можешь идентифицировать как тебе удобно хочешь ты будешь называться волонтером хочешь экспертам пробонов очень специалистом вот вы на нам чаще работаете с юристами и бухгалтерами сейчас сейчас да мне кажется что это наиболее консервативные специалисты вот как ты считаешь корректно будет если бухгалтер сказать по волонтере ну мы не используем этот глагол переписки помочь есть такой глагол помочь участвовать в проекте он проконсультировать так по волонтере все-таки мне кажется это русское слово но предполагает что если не этот глагол в целом у нас есть в зале я знаю что есть волонтеры как минимум есть два эти волонтера есть тогда можно вопрос к вам вот если я скажу вы волонтера как вас резонирует и совой чем вы занимаетесь чем кому помогаете я волонтер в эти сфере честно не волонтерил еще ни разу вот так он до прозрали это за мероприятие вот на нем буду пирасы эти волонтере а до этого занимался социальным волонтерством у себя в небольшом городке челябинской области это хорошее ценное слово вам приятно когда вас назад понял волонтер это ваше слово александр нет александр это айти волонтера гости с нашего проекта вот она на тот человек который я которого полном смысле наверное нельзя назвать волонтером но мы называем вот как это с тобой резонирует удобно ли сам ли представляешься волонтером нет на самом деле ничего такого то есть я нисколько не обижаюсь что я айти волонтер что меня так могут назвать потому что я знаю что я могу что умею что умею делать и в принципе те с кем я работаю кому я помогаю они это тоже адекватно оцениваю вот не было пока ни разу случае чтобы кто-то там просил меня постоянно там ежесуточно ежедневно там еженедельно что-то делать на каких-то бесплатных основах поэтому все в итоге сводится да как правильно сказал коммуникации между волонтером и организации там нкоо либо фонд либо без разницы то есть как они между собой взаимодействуют вот это очень важно все александр спасибо тогда давайте еще третий вопрос про как как не коммерческие организации сами воспринимают тех специалистов с которыми не сотрудничать сотрудничают да да вот и называют ли они интеллектуальных волонтеров волонтерами как текст которыми они постоянно работают причисляют ли они к этой общей когорте а много ли нкоо из тех нкоо которые есть на рынке пользуются услугами интеллектуальных волонтеров я говорю про не только московские которые в основном пользуются а вообще это вообще понятия не очень пока к сожалению настолько распространенная думаю что называют интеллектуальную волонтерами потому что нет другого названия все-таки не так воспринимают все-таки или волонтерами как специалист наутс ворсин чем быть такой вот я думаю что воспринимают через призму слова волонтер в первый раз когда человеком помогает если человек остается с фондом его начинают воспринимать как друга помощника может быть специалистов я не знаю какое слово у кого рождает в начале первый опыт мне кажется это волонтер от слова добрая воля не знаю вот как то так а потом если чек остается он может дорасти до попечительского совета не кирога горным добавлю потому что для меня это такая немножко трогающий меня тема я довольно давно работаю в очень разных некоммерческих организациях до 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 своего прихода в to do good и это удивительно что даже несмотря на то что те нко которые специализируются на работе с волонтерами у них довольно сформированное и очень такое иногда странное отношение что волонтер это человек который может подвести может не доделать работу может пропасть с горизонта это правда потому что мы все люди это нормально у нас всегда есть какие-то обстоятельства непреодолимой силы и вот сейчас когда я немножко на другой стороне да не то чтобы противоположно я как человек который мы мы себя называем медиаторами да такая платформа где соединяются перед тем как мы начинаем работать с той или иной некоммерческой организации лично вот я и мои коллеги проводят отдельную работу со сотрудниками некоммерческой организации объясняя что вы должны быть очень внимательны в том что как вы относитесь к этим людям и как вы включаетесь в процесс потому что от того какой тон вы задаете такой в общем в том числе идет проект и поэтому очень важно чтобы с той стороны да со стороны некоммерческой организации было действительно уважительное отношение как к экспертам потому что если да нет этой ценности то у человека очень сильно пропадает мотивация я знаю что я затрагиваю немного другую тему да 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 и мне кажется что в данном случае это очень важно что если у нкао есть такая да если у нкао волонтерство эта ценность и они относятся к этому как ценности то да они называют их волонтерами в нашем случае я часто слышу что они их называют экспертами да или у нас иногда их называют консультантами но мне кажется они коллеги да из некоммерческого сектора делают это для того чтобы в своих же глазах поднять эту ценность до того как они увидели конечный результат когда они увидели конечный результат они сразу говорят ну да безусловно это профессионалы дат мы такого никогда до этого не видели или мы не могли ожидать что волонтеры сделают такое это был вот например я сама была волонтером в to do good долгое время и это был мой пример когда мы делали проекты в конце фон сказал да мы никогда не ожидали что волонтеры могут сделать такое такого уровня результат поэтому нет очень кажется чтобы это была двойная до двойная игра они то что называют они это так и волонтеры эксперты профессионалы чтобы они действительно вкладывали в эту ценность к нам обращаться на волосим с каким-то вопросом по которому хотят получить консультацию эксперта поэтому и относится как к эксперту то есть ничего не добавишь потом на на приличное общение как я понял уже то может переходить на какое-то долгосрочное сотрудничество неформальное ну как волонтеры уже более вовлечено в 10 кстати у нас один из представителей социальных проектов который консультируется на волонтере он может лучше меня рассказать славы как воспринимает да я мог бы сказать кратко окей нет но очень смотрите мне зато руслан донор search я знаю все платформы и в принципе весь проект с десятого года как я уведу как как сам как волонтер просто он развивает благодаря людям которые так или иначе как волонтер или как специалист помогает ему это регулярно приходит и у меня в голове пока я слушал возникло примерно три сущности которые я себе внутри называю людей первая сущность это все-таки эти волонтеры из нейминга в формате что это именно человек который сам учится а помогая проекту то есть например у меня искать задачи которую я не могу вести я даю на аутсорс например там курят куратор волонтеров или например помочь мне настроить google adwords рекламу то есть если человек непрофессионал или полупрофессионал то как бы я говорю вот у тебя есть возможность огромный бюджет где-то такой надеж есть сольешь но его нереально слить как бы ничего страшного просто учись а мне не до это время этот я называю в голове эти волонтер он учится помогая нам второй формат это именно как друг когда я выхожу просто не нравится человек написал мне в телеграме какой-то пост идет и огромного касс специалист по аналитике у меня вот такой проект могли бы не помочь я с ним налаживаю изначальники дружеские отношения и говорю с ним как и с экспертом где мы оба понимаем что я не могу ему заплатить тоже нет бюджета но я воспринимаю как эксперты который мне скажут что делать но я понимаю что если он не хочет и что-то не может ну я не могу требовать и третий вариант это когда я обращаюсь через платформы где я понимаю что человек там две существа бывает когда человек выделяет свое время оплачиваемые кем-то другим и получается он именно работает и фактически я его нанимаю просто оплатит ему другой человек за меня и но я тоже его нет я тоже называю как экспертом но нет волонтер для меня все-таки тот который учится вместе со мной чему-то когда мне помогать бесплатно специалисты я называю экспертом специалистом другом кого угодно но мне тяжело называть волонтером по крайней мере показала реальность как воспринимают нко ну поэтому собственно вопросы был ну вот сотрудничество на руслан помог перейти к следующему вопросу все-таки сотрудничество между некоммерческой организации волонтеров она очень часто основана на доверии наверное больше скажет наталья она будет модератором этого вопроса мне нужно минута чтобы запустить презентацию пока небольшой интро вот поскольку я еще и социальный психолог поэтому я подготовила несколько слайдов результатами исследования которого я думаю будут интересны продавея то есть чтобы понять что это такое вот например я предлагаю вам сейчас ответить на вопрос насколько вы доверяете мне наталья миниевой по шкале от 1 до 5 соответственно если 1 это полностью не доверяю 5 это доверяю полностью про себя и вот запомнить эту цифру сейчас я расскажу немного о себе я наталья минеева работаю проекте волонтим потому что искренне вею в то что люди которые что-то делают важное и меняет жизнь к лучшему действительно нуждаются в нашей поддержке поддержки эксперт волонтеров людей которые могут что-то сделать профессионально и его вовремя до этого я работала как интеллектуальный волонтер и сама себя так стать не называла я делала то что я умею лучше всего писала тексты для одного фонда большого и действительно то что вы сейчас обсуждали действительно с этим сталкиваешься с одной стороны опыт интеллектуального волонтерства когда ты делаешь свою любимую работу у тебя это получается это приносит большое удовлетворение то есть тебе действительно это ну это здорово а потом ты понимаешь что то что ты сделал еще что-то изменило то есть кто-то получил деньги на лечение кто-то смог рассказать свою историю которая до этого была не рассказанной и вот это ощущение она вообще ни с чем не сравнимо это очень-очень здорово вот но также в работе с благотворительным фондом ты сталкиваешься с некоторыми барьерами и они касаются коммуникации или общения и вот доверие между людьми которые работают вместе потому что тут неважно кто ты представитель фонда или волонтер вы работаете вместе решать какую-то задачу и доверие это основа сотрудничество доверие изучают доверие изучают уже 40 лет на западе изучают социологи социальные психологи у ученых есть разные определения доверие но точно известно то есть в том что в чем все сходятся что доверие это понимание другого основанное на ее или ее прошлом поведении то есть мы доверяем тем кого мы знаем и доверие это основа деятельности любого любого социального проекта как вы знаете любой благотворительной организации потому что только тем организациям которые доверяют им хотят помогать в их проектах участвовать и 17 год например форумом доноров был назван форум годом доверие и в конце 17 года форум провел исследование обнаружилось что 66 процентов эспондентов доверяют тем НКО о которых знают соответственно мы с этим сталкиваемся тоже в работе что волонтеры выбирают те проекты о которых знают то есть это может быть большие проекты а может быть могут быть какие-то региональные вот я хотела спросить коллег какие самые популярные то есть сталкивали то есть можно подтвердить эту гипотезу что действительно мы доверяем тем о ком знаем лучше всего как выбирают волонтеры эксперты проекты которым хотят помогать с первым тезисом том что мы выбираем тех кого мы кому доверяем я согласен но из опыта эти волонтеры могу сказать что выбирают по другим критериям а не из-за известности фонда то есть мне кажется это даже наименее важно для многих критерий к сожалению а задачи до насколько интересна задача какой вознаграждение какое предлагается и так далее в личностном плане персональном да конечно мы я думаю все согласимся что доверие это то что приходит постепенно ты не доверяешь на сто процентов человека которому ты не знаешь это не доверяешь нко которого ты не знаешь сразу же безусловно информация которая есть в публичном поле о том или ином фонде она помогает выстраивать доверие то же самое с волонтером интеллектуальным у нас на платформе я полагаю пока на платформе коллег друг друга две стороны не видят у них нет возможности потому что фонд можно находиться в новосибирске а волонтер в перми у них нет возможности сесть поболтать понять друг друга и наладить эту коммуникацию так поэтому нам наша задача сделать так чтобы эта коммуникация с первого же подхода к снаряду была максимально эффективной приятной информативной поэтому мы исходим из трех тезисов первых сам фонд должен рассказать о себе и у нас есть у каждого фонда у каждого нкао и у каждого волонтера есть свой личный кабинет где можно прочитать что с фондом происходит кто они такие чем они занимаются это первый такой это мы же все занимаемся снятием страхов да страх того что ты не знаешь чем больше информации у тебя есть о твоем оппоненте тем у тебя как бы уровень выше поэтому фонд выкладывает свою информацию второе задача безусловно которую фонд ставит должна быть понятная ясная четкая и интересная она должна быть изложена хорошо и в этом безусловно помогает наша команда потому что мы модерируем весь процесс с точки а до финала с точки зрения интеллектуального волонтера ровно зеркальный подход интеллектуальный волонтер рассказывает у него есть профайл он рассказывает о себе чем он занимался какие у него проекты есть возможность приотачить документов и рассказать что он делал свою портфолио таким образом мы вот этот первый страх не знание друг о друге снимаем просто информацией не нельзя зарегистрироваться не не заполнив свой свой профиль ну как то так а дальше это уже коммуникация а дальше это уже работа нашей замечательной команды которая помогает на каждом этапе проекта коммуницировать обеим сторонам это уже разговор на другую видимо вопрос мы верифицируем фонды которые к нам приходят это поскольку про черити это проект фонда друзья это не просто проект один у фонда есть много проектов у нас изначально подход был такой что мы работаем только с теми фондами которых мы верифицируем которых мы понимаем именно поэтому у нас не так много фондов на платформе но про черити безусловно не может существовать только на 12 фондах которые есть сейчас на платформе друзей и это проект нам кажется настолько интересный правильный хороший что конечно нам хочется дать возможность пользоваться большому количеству нкао тем не менее наш тезис о верификации он остается у нас есть наш партнер добро mail с которым у нас договоренности все фонды которые на платформе могут присоединиться к про черити войти на платформу и у нас сейчас я не могу сказать мы еще не сказали финальное да но у нас есть еще несколько много на самом деле партнеров с которыми мы будем таким же образом как с добро mail договариваться и запускать их их нкао к нам но это всегда те партнеры которые верифицируют нкао с которыми работают для нас это важно потому что это тезис фонда друзья в принципе и потому что мы принимаем на платформу мы привлекаем экспертов очень высокого уровня и нам важно сохранить их на платформе и сохранить их желание работать дальше а тогда и с другой стороны должны быть определенный уровень вот то есть получается что вы отбираете те фонды которым доверяете либо доверяем мы либо доверяют наши партнеры соответственно доверяем им да нет ну смотрите ну добро мы если мы понимаем что у добро mail есть определенная система верификации я думаю что все присутствующие знают что она достаточно серьезная просто не так просто прийти на добро mail например либо есть компания инфраструктура благотворительности если кто не знает fill in это компания которая оказывает услуги сервисные бэк-офиса такой саппорт бэк-офиса для фондов у них порядка 50 фондов сейчас на платформе мы приглашаем сейчас договорились с ними приглашаем все их фонды внутри мы понимаем что если фонд работает с инфраструктурой благотворительности у них в целом все понятно внутри у них налаженная бухгалтерия у них понятные юридические процессы это не фонд однодневка который сегодня есть а завтра его нет мы таким образом просто себя обезопасим ну например да безусловно прозрачность прозрачность работы этого фонда нам абсолютно все равно в каком профиле он работает он помогает детям животным или это правозащитный фонд вот реально нам все равно нам важно прозрачность и понятность работы внутри у нас нет жесткой оценки внутри на приход волонтеров на платформу но мы думаем про это на самом деле у нас будут механизмы наверное знаете рекомендации то есть как бы если волонтер зарегистрировался условно я сейчас мы это еще не внедрили но я полагаю что что-то подобное мы точно будем делать поскольку наша платформа стартовала только в декабре семнадцатого года 12 декабря на первый день заработала надо сказать что у нас были определенные гипотезы с которыми мы приходили как бы к открытию платформы что-то подтвердилось что-то нет это вообще очень интересный процесс потому что мы изначально исходили за что это так нужно рынку и так нужно нко и наши фонды не только те 12 которые с нами а вообще наши друзья фонды вокруг ждут этого и хотят что сейчас нас значит захлестнет волной заявок от нко и мы себя готовили к тому что мы сейчас будем делать такой формы роут шоу мы пойдем из компании будем привлекать интеллектуальных волонтеров у нас было ровно наоборот несмотря на двигающийся там декабрь праздники новогодние у нас после новогодних праздников 15 января было 150 волонтеров а сейчас их гораздо гораздо больше будет небольшая презентация вы увидите сколько и мы видим что мотивация такой позитивный и как бы посыл от интеллектуальных волонтеров желание помогать в нашем случае гораздо выше чем активность нко и не потому что никого нет задачи не потому что им не нужна эта помощь может быть да на самом деле я большинство со всеми тезисами которые сказал оксана согласна хотел бы вернуться к началу до про доверие мне кажется что это в принципе да вообще такой базовая необходимость наши все мы не можем общаться с людьми если мы им не доверяем и никакой коммуникации конструктивный мы точно не построим это относится как ко всем людям волонтерам в том числе не больше не меньше у нас есть примерно 40 процентов волонтеров которые приходя к нам на платформу говорят мы не хотим помогать подари жизнь мы не хотим помогать фонду веру вера мы хотим помогать очень небольшим региональным фондом про который никто не знает это действительно какой-нибудь там простите меня фонд из трех человек до который абсолютно grass roots где сидят люди которые действительно горят но они могут быть профессионалами а могут быть просто действительно людьми которые пришли в эту сферу по зову сердца и они еще многому учатся и я думаю что это вопрос того что неузнаваемость бренда важна волонтеру а то как потом будет внедрена его помощь реализованная и сможет ли он увидеть результат и у фонда подари жизнь огромное количество волонтеров и огромные ресурсы фонда вера тоже 2000 у фонда маленького в каком-нибудь городе в сибири хотя там действительно очень активные люди надо сказать что не менее активно чем в москве до гораздо меньше ресурс просто получить вот настолько профессиональную квалифицированную помощь просто потому что ну даже таких иногда крупных компаний до офисов нету в том что в той части россии и эти нко очень с большой благодарностью принимают это и большинство наших волонтеров вот сейчас все маленькие фонды которые не взяли они ведут до сих пор наши проекты системные они длятся там от трех до пяти месяцев и даже после того как они заканчиваются мы делаем всегда follow up да потому что то что сделали в проекте это потом внедряется и у нас есть примерно четыре команды которые не оставили после завершения проекта который до сих пор с фондами они помогают им внедрять апдейтить и делать все что нужно ходить им новых партнеров и они как в общем мы не настаиваем на этом это их желание они не хотят с ними расставаться и мы этому только рады и у вас на платформе заполняют фонды или социальные проекты о себе профиль то есть они рассказывают чем они занимаются кому хотят помогать у нас а проекте что-то пишет верно у нас есть заявка который заполняет фонды более того у нас есть после того как фон заполнил заявку у нас обязательно есть первичная диагностика когда мы встречаемся также мы запрашиваем определенный пакет документов мы действительно не настолько наверное серьезно смотрим как инфраструктуру благотворительности но у них другие ресурсы да у них там бухгалтерии аудит но мы смотрим все всю документацию со стороны фонда насколько она имеется там бюджет и за по все все ли в порядке и для нас это очень важно и вторая история что касается волонтеров то у нас под каждую роль в команде поскольку у нас такие ну команды это командная работа есть разные роли и у нас есть некие портрет компетенции который должен быть и волонтеры подбирают под этим эти компетенции и тут в данном случае есть история на вырос безусловно но не может прийти человек делать коммуникационную стратегию который никогда в жизни не знал что такой маркетинг да и и всегда работал юристом он может быть как там пятым человеком в команде да но обязательно нужны люди которые будут драйвить этот процесс и вести его вперед и у нас на каждой волонтеры есть профиль и севе мы запрашиваем резюме которые мы также посылаем нко вот ровно как и делает платформа про charity для того чтобы нко был профиль этого человека чтобы они понимали да как какой у него бэкграунд какой у него резюме какой у него есть опыт и тогда действительно это уровень страхов снимается и происходит доверие что я в руках профессионалов а не интерна потому что к интерну действительно идти очень страшно и очень много рисков у нко нет столько денег чтобы рисковать это правда у нас тоже также реализовано то есть социальный проект рассказывает о себе также есть способ верификации но единственно что мы относимся иначе немного то есть мы понимаем все абсолютно проекты для нас это как философия для нас важно они бросают проекты не отвечают не ведут коммуникацию или они просто пришли они пассивно в течение я не знаю года двух у вас есть ли внутренние правила по исключению nkos-платформы это же вопрос знаете это просто как после брекзита все задались этим вопросом мы знаем как принимать знаем ли мы как исключать очень хороший вопрос я думаю что у него лучше все ответит артем жиганов директор по продукту который сейчас в любом случае действительно есть такие правила то есть мы вводим количество консультаций который может получить проект работа ведет ведется в форме консультации то есть достаточно быстро иногда немножко дольше вот и есть просто ограничение по количеству консультаций с какими-то негативными последствиями деструктивными еще не сталкивались на естественно все модерируется если кто-либо из сторон участников платформы жалуются на какую-то коммуникацию это может быть с одной стороны и социальным проектом с другой стороны и специалисты эксперт или волонтер то естественно все принимается к рассмотрению но немножко иное отношение потому что у нас сейчас зарегистрирован 277 проектов социальных они все из океанов это очень красиво смотреть на эту табличку потому что это такие города небольшие и все занимаются очень разными и важными делами и пока вот такой еще не было проблемы что нужно кого-то срочно исключать вот поэтому мне показалось что спасибо большое за ваши комментарии это действительно важно когда мы узнаем друг друга лучше понимаем зачем мы что-то делаем какая у нас мотивация и чего мы можем добиться вместе то мы начинаем друг друга доверять хорошо давайте попозже поскольку далее это то что мы чувствуем измеряют его очень просто с помощью опросников для этого не нужно какие-то объективные метрики изобретать просто достаточно спросить себя насколько я доверяю этому человеку или членам команды ну вот пример одного опросника доверяя к членам команды их существует множество и исследуются разные разные части этого конструкта соответственно мы знаем что мы знаем продавея к НКО это измеряется регулярно а вот доверяя к волонтерам и к экспертам еще пока не измерялось поэтому я предлагаю коллегам объединиться и запустить опросники потому что вы исследуется насколько уровень доверяя собственно к экспертам которые работают у нас на платформах это будет очень интересно например исследовать до до начала работы и после наверняка участие в этой платформе что-то изменит естественно о чем мы уже говорили доверяя это основа сотрудничества то есть совместной работы в любой команде специфика наших наших платформ в том что люди здесь встречаются работ договариваются и работают онлайн и как показывает тоже исследование поскольку виртуальные команды уже существует лет десять исследуется активно работа в них протекает совершенно иначе чем команды которые могут собраться вот как мы сейчас пообщаться задать спонтанно вопросы и просто обменяться взглядами доверяя в виртуальной команде изначально ниже чем в команде которая встречается оффлайн вот это снова и снова подтверждалось и вот одно из исследований 2004 года то есть экспериментально и корреляции в общем все доказывает что действительно это так но постоянное общение участников команды виртуальной повышает доверие то есть имеется ввиду что это не прерванное общение то есть люди не пропадают из канала коммуникации это делается часто был такой эксперимент и вот прекрасное следование казалось что уровень повышается доверие а если повышается уровень доверие тупо повышается и работа качество работы в команде тоже эксперимент проводили обнаружили что в командах где чаще общаются продолжительней участники команд виртуальных они с меньше не сталкиваются таким количеством барьеров при прохождении разных этапов работы то есть они заканчивают проекты а затем они больше удовлетворены результатами совместной работы вот поэтому давайте чаще общаться и вместе работать и также затем мой коллега саша попов расскажет о том как мы реализуем вот эту идею инструмент для час для общения между экспертами волонтерами и социальными проектами мессенджи вот а чтобы закончить мое выступление можно можно снова ответить на вопрос насколько вы мне доверяете по шкале от одного до пяти вероятно что после общения может быть что-то изменилось в этой оценке вот коллеги единственная небольшая ремарка мы задерживаемся я прошу прощения у представителей следующей панели если мы договоримся то мы выйдем немножко за счет обеда если это не критично я думаю это очень опасное заявление не стоит так рисковать кто-то его должен был произнести мне кажется сейчас мотивация наших слушателей очень сильно упала вы знаете я постараюсь я буду очень краткой потому что мне кажется что в зале сидят люди которые в общем знают про волонтерство не меньше чем мы поэтому я просто расскажу про наш опыт здесь общая информация про нашу платформу я буду просто вот секундочку вот это единственный слайд который я бы хотела осветить потому что я правильно понимаю что времени у нас очень мало это он как-то криво отражается но это не страшно действительно среди наших волонтеров в декабре 2017 года было проведено исследование оно включало в себя многие вопросы но одна из основных вопросов была мотивация и вот в общем к чему мы пришли эта выборка была опрошена примерно 170 человек из них 140 человек были волонтерами в командах туду гуд 1 раз соответственно 30 были повторно то есть те которые прошли через один и более проект и что мы поняли что есть люди которые вполне себя чувствуют очень хорошо и профессионально но они устали от ежедневной рутины от того что делают каждый день и приход к нам это такое профилактика выгорания потому что есть какой-то новый челлендж в новой сфере им просто интересно попробовать себя и они получают какой-то адреналин и драйв от того что они пробуют себя в действительно в новой сфере в новых ролях новые горизонты развития это те люди которые возможно думают о том чтобы сменить сферу деятельности потому что сейчас я вижу и мне очень приятно такая тенденция что очень многие люди которые в основном это такие young professionals которые всегда говорили о том что мы будем работать в крупном бизнесе поработав в крупном бизнесе 2-3 года понимают что это не их и начинают искать себя в социальном секторе это не всегда НКО в чистом виде да это может быть социальное предпринимательство социальные стартапы и для того чтобы им пощупать эту сферу им нужно как-то в нее войти и это довольно страшно потому что это совершенно новая сфера и они часто не находят эту дверь они начинают собирать информацию смотреть что-то в интернете им нужен такой не знаю такой безопасный вход и в данном случае платформа to do good является этим входом да когда им просто интересно посмотреть а куда им потом да можно будет прийти работать они приходят к нам чтобы попробовать работу в социальном секторе узнать ее с разных сторон и понять действительно их это или нет есть люди которые стабильно хотят приносить всем добро в этом вообще мне кажется нет ничего плохого хотя сейчас принято говорить что причинять добро это как-то да тоже уже такое замыленное словосочетание выражение но действительно да люди чувствуют именно так они чувствуют свою самореализацию да несмотря на то что они там каждый день работают full time у них нет этого удовлетворения когда они приходят и помогают фонду лучик находящимся в новосибирске они получают это удовлетворение и мы очень рады что мы являемся в этом помощниками и соответственно молодые профессионалы это те люди которые которых еще очень много амбиций они очень хотят хорошую карьеру и карьерный рост и в общем совершенно не стесняются говорить о том что приходят они на нашу платформу потому что у нас есть большое количество волонтеров из таких компаний как BCG GPMG PricewaterhouseCoopers и люди которые занимаются совершенно разные должности да в том числе люди которые там являются довольно там высокими профессионалами не только но и действительно у них есть хорошие должности в этих компаниях и как известно это довольно сложная сложный процесс сложный карьерный рост и они приходят за тем чтобы узнать а как это они приходят за тем чтобы найти свою рулевую модель посмотреть на нее и стать такими же мы не знаем в итоге становятся они или нет возможно у них меняются приоритеты как у всех людей бывает такое но в целом им очень интересно поработать вот с такими людьми с настоящими профессиональными консультантами поучиться у них и заодно вот в этой команде работе спросить да как можно прийти работать в твою компанию а что для этого нужно а не познакомишь ли ты меня там с определенными людьми это тот же нетворкинг который очень для них важен и нужен вот это вот наверное основная история про мотивацию позволение я сяду потому что что я еще хотела бы добавить что мотивация она же складывается из нескольких факторов помимо того что у человека всегда есть какой-то да движущая сила мотивации не знаю сделать хорошую карьеру действительно принести пользу или познакомиться с новыми людьми есть еще еще да какие-то слои которые не всегда сразу понятны даже самому волонтеру и огромная мотивация это найти людей войти в сообщество которое разделяет твои ценности и я думаю что здесь согласятся что очень часто людям в 21 веке нужно быть причастным да какому-то действительно сообществу где тебя принимают где тебя поддерживают и где людям важно то что важно тебе и это огромный процент мотивации составляющий да потому что приходя на вот не знаю в любую организацию где занимаются обычным волонтерством или интеллектуальным ты находишь людей которым тоже это важно и дальше происходит некая в принципе да коммуникация которые переносятся в жизнь а не только в проект и мне кажется что это очень важно что если вокруг организации собираются люди которые разделяют ценности не только организации но и друг друга собственно это мотивация приходить возвращаться и оставаться Кира если позволь лишь к тебе и к спикерам вопрос небольшой а есть ли сообщество около ваших проектов вокруг ваших проектов я буквально два слова скажу что ну кратко правда да сообщество есть мы всегда рады и открыты к тому чтобы его расширять и более того у нас есть в сообществе разные роли поэтому каждый человек у которого там есть столько-то времени столько-то желания помогать или нести какую-то ответственность может найти себя в нашем сообществе оксана как представитель фонда друзья которые делали проекты вместе с todo good подтверждаю у todo good есть сообщество и это чувствуется на самом деле есть ребята которые возвращаются профессионалы которые возвращаются в другие команды по другие задачи они как-то еще вместе все собираются и общаются это круто у нас вокруг про черити пока сообщества нет но просто потому что мы запустились декабре семнадцатого года друзья сейчас апрель восемнадцатого мы просто еще очень молоденький но цель есть такая безусловно конечно у нас будет первая встреча сообщества в импакт хабе в конце мая но оно уже складывается потому что действительно общие ценности они объединяют то есть эксперты которые помогают социальным проектам из разных концов страны для них очень важно делиться своей экспертизой решать проблемы которые возникают снова и снова поскольку мы используем бота ну вот Саша скажет и собираем базу знаний то это еще одна важная мотивация что твой ответ останется в ней что потом можно будет обратиться снова поэтому для экспертов высокого уровня таких как юристов и гражданское общество или клуб бухгалтеров НКО их очень мотивирует именно то что будет собрана общая база знаний и то что можно помогать маленьким проектам коллеги может есть вопросы или комментарии небольшие краткие Мария уже начали продолжайте вопрос ради которого я собственно шла на эту сессию очень важный не бывает ли у вас так что после того как волонтер вложил очень большой качественную свою помощь в какой-то проект проект зависает или дохнет по причинам от волонтера независим то есть например он сделал свою часть работы а фонд не сделал свою у нас это очень часто случается и я не знаю что с этим делать потому что у нас просто люди вложив кучу сил не видят что потом не видят потом выхлопа и вторая часть я заметил что как только мы выпускаем из-под контроля взаимодействие профессионала и партнерской организации там тут же начинается идти какая-то фигня то есть либо это а ну вот это я так и знала что нужно позже да то есть да да хорошо можно я прокомментирую потому что я была тем волонтером с которым случилось вот ровно то что вы описали поэтому расскажу прям свой опыт мы сделали огромное количество работы да там для одного известного фонда но поскольку фонд очень занят и у него очень много проектов они никак не могли найти на нас время они очень долго отвечали на вопрос они не предоставляли вовремя информацию а и в какой-то момент уровень фрустрации в команде да то есть был собрались такие супер ответственные девушки которые значит копали носом землю потому что значит для благого дела и вообще интересная задача и только вот этот вот уровень ответственности не давал нам бросить это потому что каждый раз каждое взаимодействие начало с того что ну как же так им же это не надо да мы так стараемся на самом деле надо сказать что такое действительно бывает и мне кажется что в данном случае действительно работа платформы чтобы избегать такого такой коммуникации да что задача координатора там со стороны платформы всячески дергать фонд и говорить что так нельзя да и давайте тогда просто приостановим этот проект потому что это нечестно по отношению к волонтеру да есть сроки проекта и не честно его затягивать потому что человек рассчитывал когда входил в проект я думаю что такие случаи будут к сожалению потому что иногда есть вещи на которые мы не можем повлиять и тут мне кажется нам как платформе и вам как организации очень важно снять эту фрустрацию с волонтера все равно дать это вознаграждение я не говорю вознаграждение я имею ввиду признание да уровень признания сказать что его работа очень цена и важна и всячески показать что несмотря на то что да фонд к этому так относится по каким-то причинам его работа останется и будет всячески будут приложены усилия к тому чтобы она была внедрена или была продолжена и я думаю что вот это вот основное основное что мы можем делать для того чтобы волонтер не уходил с тяжелым чувством что он потратил очень много времени впустую что самое дорогое в наше время это время спасибо прекрасная идея что действительно можно давать признание не обязательно если его нет от заказчика Оксана тогда я запустил вашу презентацию можно сколько у меня времени до прекрасного обеда что я понимала минута или 10 ну давайте 10 минут очень короткая презентация обедать пойдем видимо вовремя вот продолжая тему которая была затронутая поскольку я должна говорить про коммуникацию можно попросить поднять руки тех кто от НКО так примерно половина и соответственно остальные интеллектуальные волонтеры да поднимите руки или у нас так а кто кто между кто третий кто третий сектор ага тогда продюсеры гениально отлично вот у нас уже был пример плохой коммуникации неудавшейся коммуникации у кого есть пример еще неудавшейся коммуникации так расскажите прям буквально два слова почему вы от фонда я когда слушала киру вот это прекрасная табличка из четырех мотиваций но это если там совсем быть точным это саму мотивация а вот как раз я хотела узнать а как мотивировать потом волонтеров да да дальше как мотивировать волонтеров но на продолжение на пролон потому что то что спросила коллега это вот как раз такая грустная история и причем наверное еще слово одно скажу вот о чем не помню кто из вас сказал о том что волонтеров гораздо больше как количественно так я понимаю и качество ну той помощи которую они предлагают высокая и инка а нкао не мычат не телятся ну то есть как бы непонятно как будто бы нкао нужно я вот думаю что в нкао непрофессиональных людей очень много ну да но это это отдельная конечно история там история отдельной дискуссии наверное просто это удивительно когда я вот знаю я сейчас в фонде в таком в непростом фонде фонде который занимается наркозависимыми и алкозависимыми и такой маленький маленький фонд вот как тот сказал там из трех людей а и и они топчутся на месте я сама из коммерческой структуры пришла как волонтер и это очень грустное зрелище а когда вам нужно помимо того что вы готовы там делиться навыками ну то есть зуном по полной программе там всеми знаниями всем чем чем на работали вам нужно еще как то вот идея идеологически концептуально там попробовать что-то изменить а на вас смотрят просто как на такого на вражину который сейчас вот принесет сюда всю западную там коммерческую идеологию это смешно с одной стороны и очень грустно с другой ну вот да поэтому я вопрос по мотивации этой публики дальше ну это к вопросу вот смотрите мы в декабре открылись у нас на сегодняшний момент 648 интеллектуальных волонтеров давайте посмотрим у нас как мы будем добавлять фонды я уже рассказала у нас 18 выполненных заданий при том что у нас 40 фондов мы понимаем что в принципе запрос от фондов огромный почему на 648 волонтеров эти фонды не бросаются как на вкусную вот просто печеньку а потому что у них страхи они не знают как как сформулировать свою задачу они не знают как определить эту задачу это пиар или маркетинг как написать бриф соответственно если волонтер получает бриф нарисуйте нам открытку на 8 марта и там дальше ничего в этом брифе нет он вообще не 5 для кого какую в какой стилистике в какой тональности кому она будет отправляться и так далее поэтому мы изначально исходили понимая как бы сферу мы изначально исходили из того что у нас основная задача платформы не только ее открыть и технически наполнить и сделать симпатичной и красивой а собрать команду и модерировать этот процесс коммуникации вот на каждом этапе на этапе регистрации на этапе работы по проекту до момента финализации вот если вы обернетесь вот сейчас напротив меня стоит прекрасная наша настя левченко который все это руками и делает вместе с командой своих коллег у нас есть позитивные безусловно кейсы когда приходит волонтер и коммуникация настолько интересная хорошая бриф правильный что волонтер потом остается и уже вне платформы может дальше помогать и становится как я говорила другом этого фонда у нас есть естественно кейсы неудачные с фондами и там с одним например фондом из новосибирска которые задачу дал команда проекта помогла эту задачу сформулировать сделать грамотный бриф нашлись очень профессиональные эксперты а дальше от от фонда никакой реакции эксперт сделал свою работу волонтер прислал все фонд молчит мы говорим фонд не молчите они молчат в результате что мы получаем недовольного разочарованного волонтера который возможно сплатно платформе больше не появится или уйдет совсем может быть вообще волонтерить не будет ну в зависимости от типа личности скажем так наша задача даже мы понимаем что кейсы отрицательные будут не удавшиеся ну слушайте это жизнь не бывает стопроцентной удачи они будут наша задача не только дать признание сказать суши ты молодец ты сделал свою работу да вот такая история с он объяснить почему фонд себя так вел этот вопрос информации дайте чеку информацию объясните ему что было не так что было правильно на его стороне почему так получилось и что мы постараемся на его профиль экспертный найти сейчас задачу и дать ему это удовлетворение от выполненной задачи это на самом деле очень непростая коммуникационная задача команды команды проекта при том что мы надеемся что задание будет у нас сейчас там много те которые еще в 18 выполненных не они в процессе просто 18 выполненных они не попали это онлайн модерация процесса сразу же плюс я бы сказала о том что сушки мы в 21 веке у нас на самом деле столько технических возможностей мы в какой-то момент когда платформа уже была запущена поняли что недостаточно возможности написать недостаточно обучить как правильно написать бриф и помочь с брифом недостаточно объяснить волонтеру и связать иногда не хватает просто email у нас же все внутри платформы происходит коммуникации не хватает и мэйла условно или вот этой вот текстовой текстового общения давайте добавим видео давайте добавим вот то что мы сейчас хотим дело давайте добавим вот этой коммуникации, когда можно на 15 минут соединиться и в видеочате объяснить друг другу, глядя друг на друга глаза, все, у вас онлайн коммуникация превращается практически в офлайн. Все, вы общаетесь, у вас 15 минут будут в 150 раз эффективнее, чем вы будете обмениваться этими текстовыми сообщениями до бесконечности. Очень просто, очень понятно. Надеемся, что это платформе поможет. Но если, ну, как бы подытожить, это модерация. Вот у нас тезис такой, что мы будем усиливать нашу команду проекта на модерацию, чтобы у каждого, у каждой задачи, у каждого задания, которое появляется на платформу, был человек, который не делает «за», а идет рядом и помогает на каждом этапе. Да. Нет, почему? Вот смотрите, фонд, да, смотрите, НКО зарегистрировался, сделал свой профиль, сделал свой личный кабинет, выложил задание. Например, наша замечательная Настя Левченко смотрит на задание, понимает, что, слушайте, но это не задание, потому что брифа нет, потому что непонятно по этому заданию, что делать, независимо от того, в каком направлении оно. Значит, Настя связывается с фондом и говорит, ребят, все здорово, давайте мы вам сейчас объясним, как сделать это так, чтобы к вам тут же пришли эксперты, которые там, волонтеры, которые захотят это делать, и ваше задание было выполнено, как вы хотите, максимально быстро, максимально эффективно. Мы обучаем, мы проводим вебинары с НКО, мы проводим онлайн-встречи, оффлайн-встречи, мы делаем семинары, мы делаем воркшоп, мы объясняем, как работать с платформой и как вообще работать. Давайте совсем, ну, мы, вот правильно Кира сказала слово, мы медиаторы, мы коммуникаторы, потому что, к сожалению, извините за жаргон, пока что эксперты из бизнеса и НКО это два мира, два кефира, они говорят абсолютно на разных языках. Тогда об этих рисках просто должны знать обе стороны как-то изначально, о том, что НКО может вот как-то так удивительно сработать, да, потому что ТЗ оформить в самом начале это одна история, вот вы учите тому, как там сформулировать запрос, собственно, а вот как потом эту дорогу верно идти, как сроки соблюдать, ну, вот это вся история. Для этого команда модерации, ну, команда, которая помогает, которая условно, ну, не хочу сказать дергать, но которая помогает каждой стороне соблюдать сроки, делать правильно свою работу. Если эксперт куда-то потерялся, например, проблема на стороне эксперта, эксперт заявился, принял задание, вроде все окей, коммуникация есть, и он пропал. Оксана, если позволите, значит, найти новый эксперт. Короткий вопрос у нас есть. А не может ли, сейчас крамольная вещь скажу, а не может ли быть такого, что это безответственность НКО, с которой мы очень часто сталкиваемся, ее причина, в общем-то, в бесплатности услуги? Может быть, если бы это было не бесплатная помощь, специалистов, а, допустим, сильно дешевая помощь, проверенная гарантированная специалистов, была бы больше ответственности, и было бы лучшее самодействие? Краткий ответ, если возможно. Краткий ответ – это наша платформа. Мы стоим на пробу на услугах. Вот и все. Ну, то есть, если нужно платно, можно коллегам, или можно в инфраструктуру благотворительности, как тезисно. Слушайте, мы здесь все вместе сидящие, и я надеюсь, еще много людей, не сидящих здесь, но думающих так же, как мы, мы сейчас воспитываем обе стороны. Но на самом деле, мы, как и людям из бизнес-сферы, объясняем, что волонтерство – это серьезно. Это не вы тут оказали помощь, как оказали, непонятно. Это партнерство, партнерство равных. Вот это самый важный тезис, мне кажется. И все должны понимать, что у каждой стороны есть свои права и есть свои обязанности. И мы это объясняем. Для нас это партнерская история. Можно вопрос, да? В нашей практике такого интеллектуального волонтерства были случаи, когда волонтер, специалист, профессионал, оказав какую-то помощь, он, в общем, породил некоторый интеллектуальный продукт, он его, безусловно, передал про Бона, но потом все-таки у него есть некоторые претензии на пользование этим интеллектуальным продуктом и на права. У вас были такие случаи, как вы решали их и вообще, как права на, собственно, продукт, произведенный в рамках волонтерства и в формате про Бона, потом закрепляются? Понятен, не могу. Да, понятен, понятно. Можно все ответить на это? Да, коллеги. Коллеги, только небольшой модераторской, очень кратко. У нас еще одна презентация, потому что я вас задерживаю, мне неловко. Я буквально две минуты отвечу на этот вопрос, потому что нам очень актуальна эта история. Действительно, каждая команда делает уникальный продукт для конкретного фонда под конкретного заказчика, но есть методология, и методология разработана не командой, методология разработана методологами, простите за тавтологию, нашей платформы, профессионалами своего дела, которые придумывают этот маршрут, как дойти до результата. Методология принадлежит платформе, продукт принадлежит фонду. У нас был случай, когда фонд, как заказчик, пришедший к нам, попросил написать в договоре, что весь интеллектуальный продукт принадлежит им. Мы согласовали это с волонтерами, действительно, продукт, как всегда, и принадлежит им, методология все еще остается с нами. У нас всегда есть договор и с волонтером, и с организацией, соответственно, это со всех сторон закрепляется. Коллеги, вы еще остаетесь в куларах, если есть какие-то вопросы, консультации. Я прошу прощения, к сожалению, нет, у нас есть еще технологическая. В час с начала мы задержимся за счет обеда, у нас есть одна презентация. Ну, коллеги, у нас в час, в 2.15 есть перерыв на перерыв большой. Мы за счет него немножко задержимся, я прошу прощения, тайминг не смог соблюсти. У нас есть последняя технологическая концовка, это презентация продукта на Валантим. Александр, можно вас попросить? Я запущу презентацию. Достаточно быстро, я думаю, интересно. Я думаю, уже можно начинать. Да, как мы работаем с мессенджерами? Я стараюсь очень быстро обо всем рассказать. Как мы работаем вообще с мессенджерами этой истории и как происходит коммуникация? Мы достаточно давно при разработке нашего продукта думали, как же нам объединить специалистов, волонтеров с некоммерческими организациями. Сделать это максимально быстро, легко и чтобы уровень доверия между ними не падал и им это было удобно. Для этого мы решили, можно сказать, идти на тренде технологии. Сейчас происходит эволюция в общении между пользователями, то есть пользователи переходят из социальных сетей в мессенджеры. Вы очень много времени тратите в них. мы подумали, как же нам выбрать какой инструмент и все было очень просто. В нашем смартфоне каждый день тысячи выдавлений из этих чатов. Мы решили взять самое популярное мессенджеры и на основе этого сделать всю коммуникацию. Есть такой термин «жизнь в стиле сент и месседж». То есть вся переписка, все общение идет в чатах через контент, файлы, стикеры, голосовые сообщения, звонки. И это очень удобно, быстро, легко и, самое главное, просто. Эти слайды я могу скорее всего пропустить. Как и где мы это используем? В нашей технологии используются два основных элемента этой парадигмы и этой механики. Это бот, который выступает виртуальным вашим ассистентом, где будь то волонтер, эксперт или НКО может общаться с платформой на, можно сказать, одном канале. То есть вы никуда не переходите ни на сайт, никуда. Вы просто остаетесь в своей адресной книге, где видите контакты, бота и с ним можете взаимодействовать через какие-то простые команды. Он вам отсылает уведомления, новые брифы, заявки, вы можете на них отвечать, указывать, интересно они вам или нет. И также групповые чаты. Это, можно сказать, социальная магия, о которой я расскажу. Бот у нас как раз таки выступает в роли доставщика уведомлений и также забором всей вашей переписки. То есть переписка в групповых чатах забирается с помощью бота, ее можно потом увидеть на платформе, а также в ней сделать какие-то правки или она является потом частью базы знаний. Что из себя представляет групповой чат? Групповой чат это место, где наши менеджеры после модерации специалиста, волонтера и НКО как раз таки создают вот эту коммуникацию. Они добавляют туда тот бриф, который может увидеть как специалист, так и НКО, следят за тем, что там происходит и там начинается сама коммуникация. Я вам расскажу одну историю, которая у нас произошла не так давно, которая является самым ярким примером, как это выглядит. Наш менеджер добавил сотрудника НКО и специалиста, которого мы нашли под его бриф для обсуждения. Этот чат прошел, эта консультация несколько этапов. Они вначале пообщались с помощью сообщений, все было здорово, всех все устраивало, потом они решили отправить пару файлов как подтверждение своих вопросов и здесь началось самое интересное. НКО добавил со своей стороны еще одного специалиста для пояснения. То есть это одно действие, один клик, новый специалист. Через какое-то время волонтер подумал, что он может добавить еще своего знакомого. Он добавил этого знакомого как раз для обсуждения этого маленького вопроса, который там возник. Это было очень быстро, просто, и мы сами удивились, как это произошло. Для нас это был самый яркий пример того, что эта механика действительно работает. То есть люди, которые живут обычной жизнью, совмещают свою работу, свои обычные повседневные дела действительно помогают как волонтеры. Они не тратят на это время, ни звонки, если нужно, да, они могут созвониться или назначить какое-то время, но ценность, которую мы увидели там, она нас поразила. Я называю это магией, но ребята с нашей команды говорят, что это просто стечение обстоятельств, ряд факторов этой механики. В заключении я бы хотел сказать, что я считаю, что иногда достаточно отправить просто одно сообщение, которое будет действительно ценным для того человека, которому он действительно требуется. Так что отправляйте сообщение, помогайте, будьте волонтерами для некоммертических организаций. Спасибо. Спасибо. Короткие вопросы к Александру, если есть технические. Да, конечно. Мессенджеры. Мы используем не только Телеграм, но и Скайп, также Фейсбук. Скорее всего, будем переходить еще в Вайбер. То есть, это мультиплатформенная история. Вы можете с одного мессенджера отправлять запросы в другую в дальнейшем. Сейчас это Скайп. Боты сделаны на основе технологии Microsoft Bot Framework. Это единый бот в разных мессенджерах. То есть, у вас может быть один и тот же аккаунт, но вы можете получать уведомления или выполнять какие-то действия, как с того же Вайбера, также с Фейсбука пользователи в разных мессенджерах, но они единые для нашей платформы. Круто, спасибо. Как подключиться к боту? К боту вы подключаетесь после регистрации нашей платформы. Менеджер все вам красиво показывает, скидывает инструкцию, ссылку. Вы переходите и уже подключаете ваш аккаунт в мессенджере к нашей платформе. В дальнейшем мы откроем доступ, но пока так как тестирование, проверки и запуск мы начинаем именно с регистрации на платформе. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Коллеги. Спасибо.